А я сяду в кабриолет и уеду куда-нибудь, если вспомнишь, меня забудь, а вернешься, меня здесь нет, а я сяду в кабриолет. Девочки, какая машина красивая, всем рекомендую, просто класс, супер, я сейчас с силой поехала, как хорошо, как же пахнет, дорого-богато, если вспомнишь, меня забудь, а вернешься, меня здесь нет. Давайте сядем в этот, Мерседес, кабриолет, девочки. Вверх открыт, еще платок развивается на ведро, и прямо из Сидора Дунка. Мальчики, кто там мальчики меня смотрит. Ох, как пахнет кожей, ох, как хорошо. Офигеть, ребята, офигенно. Ханя им ридит уголы, экшли. Ребята, охрененно. Робертушка, давай присмотрим мне такую машиночку. Под глаза. For my eyes. Купи, мне так под глаза подходит. Любимый. Хорош, хорош. Кабриолет. Гарно. Мы заехали с Робертом еще в... Как это ж... Как же это красиво назвать? В салон Мерседеса. В автомобильный, в автосалон. Ой, господи, насе... Ребята, всем привет, мои хорошие. Вы знаете, где я нахожусь сейчас? В раю иммигрантов. Мы сейчас приехали с Робертом. Стою вот в очереди. Мы приехали сделать мне... Сиди. Сделать мне Yellow Sleep. Это вид, короче, разрешение на проживание на Кипре. Ну, тут и на проживание, и на работу. Это дает возможность. Потому что мы здесь планируем длительный период находиться. А для этого нужно делать Yellow Sleep. Сейчас оповерну камеру. Для этого нужно делать Yellow Sleep. Это такая форма документа. Мне можно это и не делать, если я буду туда-сюда мотаться. Ну, так же, на длительный период. И квартира у нас здесь нужна регистрация. А тут просто капец, ребята. Кто тут только не сидит. Всем надо. Всем надо. И очень долго такая очередь, блин, длинная. А вот эта девушка в красных штанишках стоит. Она, я так поняла, здесь вылавливает тех, кто заходит и предлагает. Говорит, я вам могу помочь, я этим занимаюсь. Я вам все сделаю. Говорит, а мы без вас можем? У нас адвокат есть, который нам может... А, у вас адвокат? Ну да, да, да. Всякие разные сидят люди. В основном темные люди сидят. Которые я тут на работу приезжаю. Ну, я просто не могу вслух все национальности объявить. Нужно ждать. Подождем твою маму. Короче, это не то, что это бардак. Я просто в ужасе. Зато виды красивые на лимассоу. Ребята, это бардак вообще невозможный просто. Они позакрывали окна, поуходили. Кто там сидит в приемных этих? Вообще, просто нахер закрыла и пишла. А тут у Роберта стресс. Ребята, подошла я наконец-то к окошку. Мне выдали номерок желтенький. И мне сейчас нужно будет дождаться, пока произнесут мой номер. И пойти. Те, кто не европейцы, допустим, сидят. Да, очень много людей. Те, кто не европейцы тут сидят. Им выдают розовые номерки. Потому что есть форма pink sleep. Там, по-моему... Короче, ограничения. У меня дело, если бы это самое лучшее, Мне можно все равно просидеть. Ржет, что ты ржешь, дурак. Сейчас дождемся, пойдем вызовут нас. Ребята, меня по номерку уже пригласили. Причем очень-очень быстро все произошло. И сейчас мы зашли, несколько человек позвонили. Так вот выглядит. Я не знаю, снимать нельзя. Но мне ничего. И 45? У меня 45-й. 43-й, 44-й. Сейчас иду. Короче, в итоге, ребята, Мне не нужен этот yellow sleep. Она мне дала две бумажки. Два листа, какой пакет документов собирать. По двум причинам. Если я найду работу, Если мне нужно разрешение на работу. Или же там у меня какие-то миллиарды, Мне надо переводить в офшор. Не в офшоры. Если у вас там большие деньги, И вам надо переводить эти деньги. Ну, короче, грубо говоря, да. В офшоры. То тоже вам пакет документов какой собрать. Два разных листика. Не знаю, вы мне надо переводить. Вы думаете, что вы держите? Да, держите. Почитаем, для чего. Нет. Ну, 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 ну. Из он английского. В общем, мне это не надо. Но все равно какой-то опыт-то получил. Вот я во всем пытаюсь найти позитив. Вот так вот это находится заведение. Вообще его и не найдешь. Там через мусорку проехать надо. Вот такой. Сайпрус полис. Лимассол иммигрейшн унит. Очень много иностранцев. Очень много всех. Ну, получается, что вроде бы как и зря время потратили. Ну, тем не менее. Ну, I say that maybe we spent time. Роберт говорит, я даже чувствовала это. Так дело в том, что я тоже. Вот я тоже чувствовала. Все вот эти люди, иностранцы, да, темненькие, сидят нервничают там как-то, чтобы им что-то дали. Ну, а что мне нервничать? Мне уже все дали. Мне уже, я уже вся датая. Мне все дали. Что, у меня шведский паспорт? Она говорит, вам вообще ничего не надо делать. Вы можете жить сколько хотите и когда хотите. На Кипре. С европейским паспортом. Так мне и Алина говорила. И Андреас нам сказал. Ну, говорит, ну, хотите, сделайте. А зачем? Короче. А зачем? А затем? Чтобы получить... Чтобы получить опыт от пребывания в такой организации. Ну, ладно, теперь на пляж.